Всем привет! Люди относятся к оптическим иллюзиям по-разному, но большинству приносит истинное удовольствие ломать голову над той или иной загадкой. Представляем вашему вниманию любопытную подборку из 15 оптических иллюзий для настоящих ценителей. Поехали! Спираль Фрейзера. Это так называемая ложная иллюзия. Образуется с помощью наложенных друг на друга сегментов, как будто формирующих спираль. Однако на самом деле это обычные круги. Не верите? Тогда поставьте на паузу и присмотритесь повнимательней. Иллюзия Эббенгауза. Оптическая иллюзия восприятия относительных размеров, носящая имя немецкого психолога Германа Эббенгауза. Версия этой иллюзии заключается в том, что два одинаковых по своим размерам круга помещаются рядом. Причем вокруг одного из них находятся круги большего размера, тогда как другой окружен мелкими кружками, при этом первый круг кажется меньше второго. Но на самом деле они абсолютно одинаковы. Иллюзия невозможного куба. Этот невозможный куб был создан Чарльзом Кокроном в 1966 году. Ощущение глубины в этом кубе создается с помощью неправильных соединений. Даже не пытайтесь разгадать секрет этой неправильной фигуры. Иллюзия Цельнера. Оптическая иллюзия Цельнера заключается в том, что параллельные линии, пересеченные множеством коротких диагональных отрезков, кажутся расходящимися. Немецкий астрофизик Йоган Цельнер заметил этот факт случайно в 1860 году, когда разглядывал ткань. Иллюзия Джастроу. Иллюзия, открытая американским психологом Джозефом Джастроу, заключается в том, что две абсолютно идентичные по размеру и форме фигуры, расположенные определенным способом, кажутся нам несоразмерными. Не верите? Вот вам второй снимок, где все объясняется. Треугольник Канежа. Эта иллюзия была названа в честь итальянского физиолога Гаэтана Канежа. Чтобы доказать, что люди видят окружающую действительность, не как есть, а через особые фильтры, ментальные модели. Он нарисовал комбинацию из различных геометрических фигур, среди которых нет белого треугольника. Однако наши глаза не соглашаются с этим. Иллюзия Пагетдорфа. Классическая оптическая иллюзия, названная в честь немецкого физика Иоганна Пагетдорфа. Ученый обнаружил ее в рисунке, который ему прислал известный астрофизик Цельнин. Суть данной иллюзии заключается в том, что на рисунке справа продолжением черной линии является красная, а не синяя, как представляется на первый взгляд. Любопытно, что до настоящего времени нет ни одного объяснения этого оптического эффекта. Бливит. Бливит, он же невозможный трезубец, является собой яркий пример геометрической иллюзии. Как бы вы ни старались, у вас не получится понять эту фигуру, так как ее попросту не существует. Иллюзия Уайта. На первый взгляд данная иллюзия противоречит здравому смыслу. Абсолютно одинаковые оттенки серого цвета кажутся разными из-за своего соседства с противоположными цветами, черным и белым. Иллюзия движения. При наличии определенных цветовых контрастов и формы изображенных предметов, нашим глазам начинает казаться, будто совершенно статичное изображение начинает двигаться. Иллюзия Людомира Германа. Эта оптическая иллюзия открыта Людомиром Германом в 1870 году. Во время чтения трудов Джона Тинделя о звуке, на изображении появляются призрачные серые пятна, на пересечениях с белыми или светлыми линиями, расположенных на черном фоне. Эти пятна исчезают, если смотреть непосредственно на место пересечения. Пожилая пара или песни под гитару. Взгляните на эти нежные отношения пожилой пары. А теперь взгляните повнимательнее. Может быть вы увидите другую картину. Иллюзия вращающегося вокруг точки круга. Сфокусируйте свой взгляд на черной точке в центре круга. Затем немного покачайте головой. Если вы посмотрите на картинку снова, то внешние круги начнут вращаться в противоположных направлениях. Иллюзия Стена Кафе. При первом знакомстве с картинкой, вам, наверное, покажется, что на ней изображены изогнутые линии. Однако на самом деле, они параллельны друг другу. Этот эффект был обнаружен Ричардом Грегори в кафе Уилл в Бристоле. Отсюда и пошло его название. Иллюзия крутящихся колес. Во время знакомства с этой картиной, к вам непременно придет ощущение, что колеса на ней начинают крутиться, причем в разные стороны. Если же обратить пристальный взгляд на какое-то одно колесо, то оно перестает крутиться, в отличие от всех остальных колес. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк.